Напомню, что министр иностранных дел России Сергей Лавров на днях заявил, что Кремль готов признать результаты этого голосования, ну по сути признать ДНР и ЛНР. Ну и дошло до того, что в самой России сегодня были открыты три избирательных участка в Ростовской, Белгородской и Воронежской областях. Мы долго эту информацию проверяли и думали, что все-таки фейк. Нет, оказывается не фейк. Голосование проходило. Более того, на эти участки организованно свозили избирателей. И вот в Москве сейчас только что появилась связь наш российский сапкор Данил Русаков. Данил, а что сегодня в Москве говорили? Вот были уже сказаны хоть какие-то слова о признании этих сегодняшних результатов? Здравствуй, Дима. Но на самом деле о какой-то официальной реакции говорить пока рано. Действительно, медиапространство еще таких новостей не получило. А что касается отношения российских высших чиновников к выборам в так называемых народных республиках, по сути, террористических образованиях ЛНР и ДНР, то тут о какой-то точной, определенной реакции действительно пока судить рано. Однако точно известно, это распространенное мнение, его придерживаются многие политологи, что, по сути, Кремль сейчас берет под свой полный контроль те процессы, которые там происходят. И в качестве примера некоторые приводят последние информации, неподтвержденные о том, что известный командир полевой боевиков Безлер может быть убит. Но такая информация была, опять-таки, я повторюсь, неизвестно, жив он все-таки или нет. И, в частности, также инцидент со звездой недавней эстрады участника клипов с Викой Цыгановой, Губарева, тоже для некоторых служит таким подтверждением. Впрочем, предлагаю послушать более развернутый комментарий на этот счет. Нынешние руководители самопроизглашенных ДНРЛ, НРР, безусловно, связаны с администрацией президента России, на уровне ее руководителя Сергея Иванова и помощника президента Владислава Суркова, которые ведут борьбу против, в общем-то, самого радикального элемента в этих республиках и пытаются обратить внимание Владимира Путина на то, что поддержка людей системы Игоря Геркина-Стрелкова или, скажем, Безлера из Горловки может быть небезопасна. Действительно, признает ли Кремль эти псевдовыборы, это сейчас вопрос, на который мало кто может ответить, а также есть много разных теорий относительно интересантов в высших эшелонах российской власти. Именно вот этими процессами, которые происходят на Донбассе, и многие политологи сходятся во мнении, что элиты российские сами не заинтересованы в этом процессе, и вот, в частности, по словам Белковского, вся стратегия, которая связана с организацией так называемого выборного процесса, так называемого голосования, она в голове только у одного человека. Белковский считает, что это Путин, глава России. Ну, в принципе, одним из очень интересных подтверждений, в частности, это в какой-то мере повторяет слова опять того же Белковского, является то, что действительно все пытается взять в свой контроль, под свои руки, и, в частности, подтверждением этого служит то, что на самом деле руководят процессами те люди, которые ранее были замечены на востоке Украины, сейчас ушли в тень, но, по сути, продолжают руководить всем тем, что там происходит. А предлагаю более разверто следующим комментарием услышать, о чем идет речь. В интернете ходила вот эта запись разговора одного из московских кураторов, Бородая, с донецким руководителем коммунистической партии, я не помню его. Фамилия, вот она была абсолютно откровенна, он ему объяснял совершенно четко, что все уже, не путайся под ногами, все уже прописано, все решено. Данил, а у меня как раз вот по поводу этого интервью есть вопрос, извини, прерву тебя. Ну, вот говорит твой собеседник, якобы все прописано, все решено. В Украине много говорили, мы только что в студии об этом говорили, что вот именно после этих так называемых выборов в ДНР и ЛНР, войска начнут пробивать коридор Крыму, через Запорожье, через Херсон. Есть какие-то комментарии, что в самой Москве об этом говорят, какова вероятность? Да, действительно, Дима, что касается информации, которая поступает в последние часы, в частности, речь идет действительно о той знаменитой видеозаписи, где КамАЗы движутся со стороны Макеевки, в сторону Донецка. Я напомню, речь идет как минимум о 62 машинах. По некоторым данным, там находится личный состав, установки Грата, установки Ураган. Так вот, действительно, это тоже комментируют в Москве, и в частности, вот по версии военных обозревателей, по версии людей, которые действительно часто связаны с командировками в зону боевых действий. Они почему-то считают, что такой сценарий маловероятен. Во-первых, они говорят, что сейчас время достаточно холодное, и для войск будет действительно очень трудно каким-то образом передвигаться во всех этих районах. Ну, и это первое. Второе, они полагают, что каких-то действий стоит ожидать, возможно, после Нового года. Что касается, действительно, того, что 62 машин, это действительно мало для того, чтобы куда-то двигаться. Нам об этом сегодня тоже говорили, тем более пытаться покорять такое большое пространство. Однако, есть действительно опасения, что могут в считанные часы, дни перебросить группировки войск, что мы, собственно, много раз перед этим наблюдали. Я предлагаю послушать следующий комментарий, в котором, собственно, как бы более развернуто нам рассказал военный эксперт, именно как именно те, кто сейчас находятся в самопровозглашенных террористических образованиях, могут быть заинтересованы в том, чтобы двигаться дальше, и какие у них для этого есть основания. Сила, которая там сейчас имеет интерес раздувать конфликт, это так называемые ополченцы. Вот, они не хотят становиться стационарными, как говорят, бандитами. Это люди мобильные, они там были в Крыму, ушли туда, вот, в Донбасс. То есть, если хотели бы оставаться стационарными бандитами, так называемыми, в Крыму там устраивать, там, пилить российский бюджет, то все, они бы в Крыму остались. А это люди такие подвижные. Им хочется дальше идти на Харьков, Запорожье, на Киев, неважно. Ну, так или иначе, что является разгадкой этого действительно странного ребуса, я думаю, что мы уже узнаем ближайшие часы, дни, если действительно не часы. Но что касается возможного воздействия на попытки участия в эскалации конфликта на востоке Украины, то здесь, в Москве, в элитах есть большое количество опасений, ведь, насколько мы все хорошо знаем, чиновники Евросоюза предупреждали, что если подобные попытки будут совершены, тогда они всенепременно ответят новым пакетом санкций.